Квартиры могут подорожать на треть. Когда и почему? Дорого, зато доступно. Высшее образование в казанских вузах подорожало. И какую зарплату предлагают выпускникам? Почему программистам в пять раз больше, чем инженерам? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Полностью запретить долевое строительство намерено правительство страны. В Татарстане сегодня 177 строящихся объектов. Их еще успеют достроить и сдать. А вот уже с 2020 года, по задумке властей, дома на стадии строительства продавать не будут. В прошлом году, к слову, 80% новостроек выкупили еще до сдачи дома. Запрет продавать воздух должен защитить покупателя недвижимости от недобросовестных застройщиков. Но заплатят за эту надежность. Похоже, сами же покупатели. Эксперты уже прогнозируют корой дефицит дешевого жилья и рост цен на квартиры на 20-30%. И в новостройках, и на вторичном рынке. Например, сегодня в Казани один квадратный метр жилья стоит от 60 до 100 тысяч рублей. И меньше всего 50 тысяч, если это долевое строительство. И построен только один или два этажа. Итак, по новому закону, с 1 июля 2019 года изменится долевая схема. Деньги за будущую квартиру теперь дольщик будет платить не застройщику напрямую, а держать на специальном счете в банке. Стройку будет полностью финансировать сама фирма-застройщик, либо брать кредит. И только по окончании строительства она получит деньги дольщика. На тот случай, что будут банкротства, что не смогут застройщики завершить свою работу, ведь буквально несколько лет назад было принято прекрасное законодательство о саморегулируемых организациях, СРО. То есть все эти строители, они объединились в эти организации. Более того, они платят туда существенные взносы. И если численность банкротств просчитывает все опять страховое законодательство, это на самом деле математическая статистика и теория вероятности, то тем, кто не может достроить в силу каких-то причин, допустим, неверный маркетинг, форс-мажоры, подорожание, еще что-то, они должны покрывать убытки дольщиков за счет страховых взносов СРО. Высшее образование снова подорожало. Некоторые вузы уже обнародовали свои расценки на будущий учебный год. Стоимость года обучения подросла в среднем на 5-7%. К слову, в прошлом году рост наблюдался и на 20, и на 30%. Сегодняшняя родительская общественность, она должна четко понимать, что бюджетные места есть всегда. Но если по каким-то причинам ребенок не проходит на бюджетное место, то если уж такое есть желание получить высшее образование, вот тут вступает в силу понятие контрактное обучение. Оно складывается в том числе из зарплат, из коммунальных платежей. И когда говорят, что только за библиотеку платить надо, это не так. Вуз платит огромное количество различных счетов, оплачивает, связанных с обучением. Например, в КНИТУ КАИ ценник начинается от 104 тысяч рублей в год. В Казанском технологическом популярный экономик и менеджмент стоит 114 тысяч в год. Биотехнологов будут учить за 126 800 в год. Столько же стоит обучение по специальности информационной системы и технологии. Если рассуждать с точки зрения спроса и предложения, говорят эксперты, главной является не востребованность профессии, а потенциальная зарплата. Понимаете, человек с высокими ЕГЭ закончил школу, он знает несколько языков, успешно прошел у нас обучение. И после этого пойти на 16 тысяч или на 18 тысяч, то есть это по крайней мере, но это не история успеха. И вот здесь она тут же, то есть вот все было бы нормально, если бы у нас была биржа и было большое количество очень интересных вакансий по этим специальностям с хорошей заработной платой. Единственный нехарактерный рынок труда, отмечают эксперты, все, что связано с кибернетикой и программированием. Одновременно и востребованный, и высокооплачиваемый. Там выпускники бакалавриата после 4 лет учебы получают зарплату от 60 до 90 тысяч сразу. В то время как молодому инженеру-технологу предлагают примерно 18 тысяч. Компания «Унистрой» уже более 20 лет осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости города Казани. И с 2014 года при помощи ЖНК «Жилищные возможности» реализуется программа рассрочки. Вам не требуется подтверждение доходов, справок, поручителей. Вам необходим только паспорт и желание жить в новых комфортабельных комплексах от компании «Унистрой». Приобрести квартиру в ЖНК было совершенно несложно. Ограничения по возрасту отсутствуют. За один день мы все это оформили, и когда сдался дом, я въехала в свою хорошую квартиру. Это удобно, выгодно, без переплаты. И самое главное, можно использовать материнский капитал. Очень удобно, не нужно страхование оформлять. Нам подошло, мы взяли. Основными аргументами в пользу выбора жилищно-накопительного кооператива для меня является минимальный пакет документов, и я сам контролирую свой ежемесячный платеж. Унистроим города. Вот такой была экономическая картина этого дня. Что принесет день новый, обязательно узнаем и расскажем. Смотрите новости экономики на телеканале «Татарстан-24». До встречи.